добрый день начинаем мы в таком формате нашу первую передачу и эта передача посвящена тому что к нам пришла информация о нашем любимом фестивале который проходит в городе валга и информация пришла из музея сейчас я вам ее зачитаю от имени музея тематического парка города валка руководителя мэри саки хотелось бы поблагодарить всех реконструкторов за активное участие в нашем фестивале сожалению 10 февраля в таком формате а 10 фестиваль извините в таком формате был последним по причинам независимых от нас организовать лагерь парад сражения у нас нет возможности пишет милис сам фестиваль останется только измененным останется январь к общественное мероприятие концерт еще раз спасибо за совместную работу вот значит сегодня мы эту тему мы хотели бы обсудить достаточно известным реконструкторской сфере и в историческом сообществе человека даже можно сказать человечище айваром оболнишем ну я владислав домбровский попытаюсь с ним поговорить на эту тему и такая вы чтобы вы хотели сказать вот узнав такую вот информацию первую очередь я хотел бы немножко рассказать об истории этого фестиваля что организовывается он с 2008 года и как мы понимаем по информации получены на сегодня что восемнадцатом году этот фестиваль был последний то есть 10 лет он просуществовал самое интересное что этот фестиваль затрагивал не только прибалтику но последние годы на фестивале появились очень интересные скажем так персонажи персонажи приглашенные которые уже этот фестиваль стали посещать реконструкторы из украины из белоруссии и там с польши из германии если первое время на этот фестиваль он задумывался и планировался от музея как именно легендарные бои эстонских легионеров которые на какой-то высоте определенной остановили наступление красной армии сорок четвертом году то в итоге этот фестиваль уже превратился в такой скажем салат или колумбур когда уже можно было в последние годы видеть там и белорусских партизан и каких-то непонятных итальянского операционисты и белорусские полица и полица и были потом уже появились подразделения даже африканского корпуса ромеля то есть форме появились люди и очень что удивляло летчики без самолетов или сбитые летчики до с дамами форме но и последнее конечно что нас шокировал это последние годы вот эти люди которые приезжали в черных кожаных нарядах с татуировками крашеные волосы в оранжевый цвет в носу такие были интересные войска то есть в ушах и скажу что этот фестиваль последние годы начали посещать явно люди которые их их называют там нацисты или какие-то движения которые реально почитают определенную литературу провозглашают какие-то лозунги и было довольно таки интересно посмотреть на эту пеструю толпу как вы считаете вот те мероприятия вот то мероприятие которое было на волге которая проходила каждый год его возможно вообще повторить повторить да то есть не было ли какой-то такой уже своеобразная аура что вот все знали о волга вот и целый год готовились немножко непонятен непонятен вопрос повторить ну зачем повторять что-то ну потому что людям я могу говорить только о тех событиях которые происходили уже в мое время когда я на волге появился то есть формат мероприятия последние годы начал резко меняться в ту сторону что как я уже говорил раньше что начали съезжаться на это мероприятие практически со всего мира и насколько я слышал что последнем году даже приглашены были какие-то реконструкторы с америки но последний момент они отказались была такая информация что они видно посмотрели предыдущие мероприятия да они видно видели все эти красивые парады по городу в колонии где идут так сказать сс легионеры и красная армия вся эта техника и все остальное и по каким-то причинам уже американцы сначала согласились и потом последний момент не приехали ну ладно подождите красная тоже присутствует до присутствовала перед этим наполеонисты конечно я понимаю наполеонистов было мало петривцев этих тоже было мало несколько человек да и очень выделялись конечно немцы с этими барабанами да ну ладно а может быть здесь всего лишь стоило немножко добавить технической составляющей ркк красной армии и все бы поменялось я кстати много говорил об этом все время предлагал возьмите мой зис-5 возьмите га-67 только пожалуйста сами я понял я понял и привезите отвезите эту машину я понял дело было не в этом вопросе вопрос стоял в том что в каком-то году реально оттуда ушел клуб который возглавлял лазурин фронт-лайн он разъединился на две части то есть фронт-лайн тесте и те которые остались господином лазуриным а это разведение произошло потому что на один из фестивалей киношники которые снимали фильм определенный они предложили реконструктором сделать поле боя в другом месте и передвигаться именно так этот бой организовать как им выгодно для съемок на что естественно организаторы лице господина лазурина высказали свою версию что ребята если вы хотите что-то снимать то вы должны под нас подстраиваться и это наш фестиваль и организаторы этого фестиваля скажем они сразу разделились то есть были люди те которые сразу заняли позицию ребята из кино которые сказали да мы для вас можем сделать так как вы хотите то есть поменять поле боя бежать в нужном направлении и естественно господин лазурин сказал нет он в этом случае не хочет участвовать в этом скажем бардаке где кино киношники будут задавать темп уже настоящим реконструктором которые годами там проводят исторически в историческом месте и так дальше и вот с этого момента этот фестиваль начал резко приобретать как многие говорят точка зрения более коричневую окраску потому что была ослаблена практически красная армия выбита да то есть руководство красной армии резко понизилась скажем так с батальонного уровня до ротного и до взводного уровня ну и естественно уже немецкая сторона которая играла особенно сс легион который там туда же входили и латышские легионеры и эти литовские полицаи они набирали все больше силу с каждым годом и уже этот фестиваль приобрел скажем такой формат битья красной армии то есть красная армия стала скажем так карманная для определенных кругов скажем сессовских формирований может быть может быть тому же не знаю там рейму лазурину нужно было просто попытаться договориться о том что ну дайте нам тоже каких-то денег да ну чисто до того чтобы совесть было чисто но опять же с точки зрения декорации самое идеальное но самое идеальное просто красота ну и на этой технике на этой ночи я думаю на этой ноте надо сделать небольшой перерыв и дальше продолжим потом нашу наш репортаж эффективность и Продолжение следует...